Здравствуйте! С вами Елена и Добрые Рецепты! И сегодня я хочу поделиться с вами рецептом очень вкусных и полезных конфеток из сухофруктов и орешков. Это натуральные сладости, которые можно смело давать детям. Но сначала хочу рассказать вам кое-что очень важное о сухофруктах. Сейчас большинство сухофруктов, которые продаются в магазинах, обработаны сернистым газом или сернистым ангидридом. Его используют как консервант для того, чтобы недосушенные мягкие сухофрукты не портились. Так вот, этот сернистый газ достаточно опасен для нашего организма. Он токсичен. Поэтому немытые сухофрукты ни в коем случае есть нельзя. Любые сухофрукты нужно мыть перед употреблением. Но многие, оказывается, этого не знают. Очень важно знать, что сернистый ангидрид растворяется только в холодной воде. Если вы попробуете мыть сухофрукты горячей водой, сернистый ангидрид так и останется в сухофруктах. Он не растворится. Поэтому обязательно промывайте сухофрукты холодной водой. Как промываю я? Я обычно заливаю сначала сухофрукты холодной водой в какой-нибудь мисочке. Даю им так настояться минут 10. Периодически еще помешиваю, чтобы сернистый ангидрид лучше растворялся. Потом я эту воду сливаю и промываю сухофрукты еще под проточной холодной водой. После такого промывания сернистый ангидрид весь уходит в воду и сухофрукты можно кушать. Есть еще кое-что, о чем нужно знать. На рынке можно найти сухофрукты, которые не обработаны сернистым ангидридом. Они выглядят неказисто, они не мягкие, они очень твердые. И, как правило, такие довольно темные, некрасивые. Но при этом они не содержат вот этого сернистого ангидрида. Но тут кроется другая опасность. Такие сухофрукты обычно производятся в Узбекистане, Таджикистане, ну и в других странах СНГ. И я вот из Узбекистана, я видела, как делают эти сухофрукты. Как их сгребают. Они валяются там просто на земле, на подстилках. Узбеки ходят по ним ногами и лопатами их сгребают там вот куда нужно, в мешки. И потом сгружают в машины. То есть, сами понимаете, какая антисанитария. Поэтому обязательно такие сухофрукты нужно обдавать кипятком. Я их точно так же сначала мою и в холодной воде на всякий случай. И потом еще обдаю кипятком. Обязательно запомните эту информацию и промывайте сухофрукты перед употреблением. Ну вот, а теперь можно готовить конфетки. Ингредиенты, которые понадобятся для конфеток. Это сухофрукты. У меня это курага, изюм. Кураги у меня 250 грамм, изюма 200 грамм. И чернослив 250 грамм. Также понадобятся грецкие орехи 200 грамм. И кокосовая стружка. Также для приготовления конфеток понадобится какой-нибудь блендер. У меня стационарный. Блендер должен быть достаточно мощным, чтобы перемолоть орехи и сухофрукты. Сначала перемалываем орехи. Да, на эту вот так нажимаем. Готово. Орешки перемолоты. Вот в такие крупинки, не совсем в муку. Высыпаем орехи в миску. Теперь высыпаем в блендер изюм. Ручками, ручками его. И тоже измельчаем. Я! Хорошо, сейчас ты будешь измельчать. Давай вместе. Давай. Так, нажимай на эту кнопку. Вместе. Давайте, нажимайте. Так, готово. Изюм измельчен. Выкладываем изюм, измельченный к орехам. И точно так же отдельно измельчаем чернослив. Из чернослива получается такое хорошее пюре. Вот выкладываем сюда же. И в пюре из кураги я решила добавить еще немножко лимончика. Лимончика много не нужно, совсем чуть-чуть, просто чтобы конфеты не получились слишком приторными. И выкладываем это пюре. И выкладываем это пюре из лимончика и кураги сюда же. Перемешиваем. Теперь сюда же я решила высыпать половину кокосовой стружки. Кокосовой стружки у меня здесь было 80 граммов. То есть 40 граммов я высыпала вот сюда же. И остальная часть стружки понадобится для обваливания конфеток. Высыпаем кокосовую стружку в тарелку. Тарелка должна быть широкой. Берем нашу липкую массу конфетную. И формируем из нее шарик. А затем обваливаем этот шарик в кокосовой стружке. Вот и все. Конфетка готова. Ее можно кушать. Эти конфетки хороши тем, что их можно готовить из любых сухофруктов. И использовать практически любые пропорции. То есть можно положить больше изюма. Можно больше кураги. Можно использовать финики. Или какие-нибудь орешки другие. Можно использовать миндаль. Арахис тоже подойдет. И семечки подойдут подсолнечные. То есть можно экспериментировать как угодно. И каждый раз вкус будет получаться другим. Обваливать конфетки тоже можно в разных продуктах. Можно не только в кокосовой стружке обваливать. Но и в маковых зернах, в кунжутных, в какао-порошке. Ну, в общем, в чем вам угодно, в том и обваливайте. Я знаю, что некоторые обваливают в миндальной стружке. Но сейчас она довольно дорогая. Вот. Если у вас есть, то, пожалуйста, обваливайте. Будет очень вкусно. Если вам понравился этот рецепт, не забывайте ставить пальчики вверх. Ну и оставляйте комментарии. Все. Пока-пока. До новых встреч.